Давно я не рассказывал о своих инвестициях, потому что рассказывать особо не о чем. Но у людей возникают вопросы, люди задают вопросы, что с инвестициями, что делать. И поэтому сейчас я покажу, что у меня с моими инвестициями и насколько все это печально. Всего одно легкое движение. И тебе доступен YouTube, Instagram, Facebook и прочее в полном объеме, без всяких ограничений, потому что ты формально в США. Размести значок VPN на главном экране и сделай за правило входить в интернет через VPN. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Но хочу напомнить, что я рассказывал всем про свои инвестиции и о том, что главный принцип при инвестировании, я считаю, диверсификация. Первое, значит, диверсификация по валютам. Это, так сказать, половина в рублях, половина в долларах. Значит, диверсификация по видам инвестиций. Это, значит, облигации и акции. Значит, какие-то из них консервативные, какие-то более агрессивные. Именно так я и делал, да еще и по странам. И поэтому я, ну, как бы, именно эту стратегию я придерживался. И что случилось с моими инвестициями? Ну, после известных событий с ними случилось то же самое, что и у всех. Смотрите, 50% рублевые, значит, 50% активы, 50% долларовые. Ну, понятно, что долларовые активы после того, как все, так сказать, ну, ввели санкции, заблокировали, в общем-то, стали, ну, недосягаемые. Я потерял над ними контроль, грубо говоря, вот так. Вот, с ними ничего вроде бы не случилось, но контроль над ними потерям. Потерям. Теперь далее. По поводу структурных продуктов. Ну, об этом я немножечко позже скажу. Сейчас давайте посмотрим на акции, которые у меня на счете есть. Ну, смотрите. Все, что произошло, привело, ну, к резкому спаду, естественно, во всем. Вот. И, в частности, вот акции распадской, например. Ну, они у меня, это вот самые лучшие, значит, акции, они у меня сейчас в прибыли. Видите, желтая линия. Это цена покупки. И, соответственно, они, ну, сейчас еще сильно в прибыли и были намного больше. Ну, сейчас немножечко упали, прибыль уменьшилась. Это самые лучшие мои активы. У меня, значит, прибыль, 181% прибыли с момента покупки. Купил их давно. Вот. Теперь далее. Процент активов 2,25. Полюс золота, про который я тоже много раз рассказывал. Ну, то же самое, очень хорошая инвестиция, в принципе. Ну, вы видите, тоже немножечко опало. Ну, это акции золотодобывающих компаний, про которые я так много рассказывал. Да, она падает, но и что, тем не менее, она в прибыли. И у меня здесь, вы видите, 4,83, почти 5% активов. Газпром. Газпром тоже у меня в хорошей прибыли. И, соответственно, он давно-давно куплен. Дальше у меня, что Газпром и нефть, ну, болтается, ну, во-первых, 1% от активов от всех. И, значит, болтается, ну, небольшой процент прибыли, 7,68. Что дальше? Дальше, значит, смотрите, вот у меня акции Яндекса. Яндекс в последнее время сильно упал, контроль над ним потерян. Почему? Потому что Яндекс зарегистрирован где-то там, ну, это акции иностранных компаний считается, они заблокированы. У меня они в виде, естественно, как и у всех, в виде АДР, то есть в виде расписок. Расписки сейчас пытаются вывести. Значит, смотрите, у меня 2 акции Яндекса, цена 0. Это значит, что я над ними потерял всякий-всякий контроль и, собственно говоря, ничего не могу сделать в ближайшее время, пока не завершится процесс делистинга на лондонской бирже. И, соответственно, их не переведут на российскую биржу. И, судя по всему, они в инвестиционной палате окажутся, а мои акции в инвестиционной палате я пока еще не видел и, в общем, не особенно смотрел. Вот, что дальше? Значит, РУС-28, про которую я так много рассказывал, она тоже сейчас заблокирована. И это одна из лучших моих инвестиций. Это валютная облигация российская. Я про нее много раз рассказывал. Она стоила очень-очень дорого, но при этом она дает 12,75, по-моему, процентов годовых в валюте. И, соответственно, она тоже заблокирована из-за того, что заблокированы международные расчеты американцами. С РУС-28 ситуация следующая. Ну, заблокирована и заблокирована. Россия, тем не менее, продолжает выполнять свои обязательства и сказала, что всем держателям РУС-28 она будет продолжать выплачивать не дивиденды, а купоны, как прежние. Ну, если они не хотят их получать в долларах, то будут получать в рублях по курсу. И в этом смысле это продолжает оставаться лучшей инвестицией, потому что рубли по курсу, естественно, не Центробанка, а Мосбиржи или Центробанка на момент выплаты в долларах. То есть это валютный актив, который придает по-прежнему 12-75% годовых в валюте. Продавать я их не собираюсь, и они по-прежнему за мной зарегистрированы, и я буду их, ну, получать. Вот, продавать я ее не собираюсь. Так, Полиметалл аналогично то же самое, что с Яндексом. Значит, это акция, ну, не только золото добывающее, но и серебро еще, так сказать, я неоднократно про нее рассказывал. Вот, сейчас ее стоимость ноль, как видно, да. Вот, почему? Потому что это расписка, потому что она находится в, ну, так же, как Яндекс, короче говоря. НИО, НИО 0, это акция китайских автопроизводителей, производят электрокары, очень крупная компания, но там свои проблемы. И, ну, по крайней мере, я о ней ничего не знаю. Насколько я помню, там что-то выкупают, они не выкупают. Короче говоря, делистинг будет, вот, всем держателям заплатят какие-то деньги. Когда они дойдут до меня, абсолютно неизвестно, разве что после того, как снимут санкции, если я до этого доживу. Вот так. Теперь, FXVO, FXV и FXGD. Вот, что с ними. Посмотрите, мы наблюдаем резкое падение в последние дни. Почему? Потому что это акции от фонда Финекс. Это, ну, зарегистрирована компания в Ирландии, работает в основном на России. Недавно один из их фондов, это FXRO, по-моему, вот, объявил о банкротстве. Почему? Потому что этот фонд считался самым-самым из фондов компании Финекс самым-самым консервативным. И в результате он потерпел крах. Почему? Потому что это был фонд, ориентированный исключительно на российские облигации международные, то есть евробанды российские. После того, как 20, ну, короче говоря, заблокировали все российские евробанды, они резко упали в цене, и, собственно говоря, фонд просто обанкротился. Но на опасениях того, что с остальными то же самое будет, в общем, вот это вот колебание и происходит. То есть здесь акции, вот, FXRO, FXRO, это акции, ну, буквально всех компаний мира, которых у меня по 6 тысяч штук, они стоили очень, ну, каких-то совсем уж смешных денег. Ну, соответственно, на 2,39% были куплены и на 1,52%, но сейчас они находятся вне зоны моего влияния. Не могу ни продать, ни купить. То же самое FXGD, это акции, ориентированные на золото. Вот, то же самое от FINEX, ну, то же самое, такой же ETF, ну, вот, он в таком состоянии сейчас. Доллары у меня немножечко есть, российские рубли, доллары у меня немножечко есть, это те доллары, которые я получил в виде дивидендов всяких, я их не продаю, потому что, ну, потому что доллар падает, я все жду, пока он вырастет, а он не вырастает. Российский рубль, вы видите, что у меня в долгах, и, соответственно, почему такой долг возник? Потому что, ну, в начале марта, когда все это произошло, я, в общем сказать, во-первых, вывел часть своих денег с биржи, вот, в размере как раз примерно 200 тысяч, для того, чтобы перевезти дочери в Чехию, и, соответственно, думал, потом внесу, но пока до этого не дошло, потому что доходы мои тоже упали, поэтому я сейчас в долгах. И именно поэтому у меня до сих пор не переведены, ну, достаточно большая часть активов в инвестиционную палату, потому что у меня есть долги, и непонятно, как с учетом долгов переносить их, потому что эти долги взяты под залог тех акций, которые должны переноситься в инвестиционную палату, и брокер никак не может решить, под каким соусом их переводить. Поэтому мои акции в инвестиционной палате так и не появились пока, или, может быть, уже появились, но я пока не смотрел, ну, потому что я, что дергаться-то, я не хочу их, ну, продавать, выводить, потому что я стараюсь зарабатывать деньги, пока есть возможность, пока я, ну, пока я здоров и вполне себе в состоянии. Теперь дальше, российские акции российских компаний, ГНК, Норникель. Ну, вот, текущее состояние 19 с лишним тысяч, у меня их, вы видите, две штуки, первую акцию я купил по 16 тысяч рублей, вторую 21 тысяча, вот, ну, почему-то здесь зафиксирована цена последней акции 21 тысяча, ну, и бог с ней, то есть она типа в убытке, но здесь в районе нуля. Это один из лучших моих активов, я считаю, что вполне себе может быть, что я его еще и прикуплю. Вот, транснефть, акции привилегированы, но сейчас, вы видите, она даже лучше немножечко выглядит. Это акции компании, которые транспортировкой нефти занимаются, ну, не знаю, что с ними будет, пока не продавал. Здесь очень много денег. Вложено 100, одна акция стоит 100 с лишним тысяч, я покупал за 140 с лишним тысяч, и она у меня очень хорошо расслабствовала время, вот, я радовался, ну, а потом она упала, что меня расстраивает. Следующий актив, это я то, что могу продать, но не продаю пока. Лукоил, лукоил у меня сейчас в убытке, как вы видите, ну, как бы, в связи с известными событиями, не знаю, продавать или нет, пока не тороплюсь. Мосбиржа, ну, Мосбиржа сейчас тоже упала, соответственно, почему? Потому что, ну, наверное, активность и доходы Мосбиржа немножечко упали. Новотек, аналогичное состояние, что с Новотеком? Новотек это компания, которая занимается сжиженным газом, там строился завод, Арктик-2, соответственно, после того, как ввели санкции, этот завод полностью на импортном оборудовании строится, поэтому у Новотека серьезные проблемы, поэтому акции Новотека серьезно упали. Вот. Ну, дальше вот еще очень интересная такая штука открытия ФКО и П-2. Это структурная облигация, которая вносит самый большой дисбаланс в мой портфель. Именно из-за нее я не могу понять, сколько же у меня денег. Дело в том, что это облигация, которая гарантирует, насколько я помню, там 100% возврат средств, она ориентирована там на фонд, и она на 5 лет. То есть на нее можно смотреть через 5 лет, но это с одной стороны, с другой стороны ее можно продавать, а так как люди ее хотят избавиться от нее, то они сбрасывают ее по очень низкой цене, и поэтому она фиксируется здесь по цене последней сделки, и, соответственно, она мне показывает минус 62% минус 62 тысячи рублей, значит, в процентах минус 62%. На самом деле это все, ну, неправда. То есть вот это вот полный дисбаланс вносит, и когда я смотрю на состояние своего портфеля, то вот из-за этого у меня, в общем, так сказать, полный аут, потому что надо смотреть без ее учета, собственно говоря. Ну и последний актив мой, который совсем мало занимает долю, это обувь России, про который я неоднократно рассказывал. В принципе, компания пыталась развиваться хорошо, значит, там и развивала онлайн-сервисы, там и так далее, и так далее. Но последнее время у компании, естественно, убытки, потому что, ну, потому что импорт там запрещен, и так далее, и так далее. Недавно объявили, что там они предлагают оферту по очередным своим облигациям, и это значит, что у компании совсем-совсем плохие дела, и, скорее всего, обувь России накроется, ну, с большой вероятностью окончательно. Ну, здесь у меня вложено в нее в 500 акций, там, 2640 рублей, ну, и, в общем, с большой вероятностью они накроются. Теперь давайте посмотрим, что у меня с ситуацией с этим самым ИИСом. Вот у меня ИИС, ну, примерно то же самое, на самом деле. Вот у меня биржевой фонд открытия всепогодный. Ну, он у меня, он тоже у меня не показывает правду, потому что он у меня куплен вроде как за доллары, но при этом здесь котировки показываются в рублях, поэтому бешеная прибыль показывается. Ну, это ничего не значит, потому что он куплен просто за доллары. Зафиксирована цена 1.13 доллара, а показывает, ну, показывает цену в рублях. Вот, на самом деле это не совсем правда, и это искажает картину, то же самое. Значит, дальше акции компании Акрон, химическая, значит, там 140% в плюсе, ну, как бы и хорошо, а что их продавать, когда они будут расти. Значит, Рус Аква, то же самое, это сельхозпроизводители, производители продукции, что с ними будет, они растут и вполне нормально приносят прибыль. Рус Ал, то же самое в прибыли, Газпром, Газпром нефти, смотрим дальше, Фос Агра, ну, то же самое, скорее всего, они будут расти, и все будет с ними нормально. Это акции, связанные с сельским хозяйством и которые производят удобрения. Дальше у нас Яндекс Полиметал, то, что я говорил про тот портфель, который на обычном счете, вот здесь они же присутствуют, ну, только в меньшем количестве. Лукоил. Лукоил, а, Лукоил у меня продан. Вот, нету здесь Лукоила. FXRV аналогично, 0, то есть он заблокирован. Эталон групп в виде ГДРов, то же самое, он заблокирован, ну, потому что делистинг на московской бирже. То есть то же самое, что Яндекс и Полиметал. Агра ГДР и тоже заблокированы. Ну, и дальше уже идут. Магнит. Магнит, ну, есть он у меня и есть. Причем процент актива, вы видите, 4,19. В принципе, не такой маленький процент. Сейчас он в убытке пока, ну, вырастет, куда он денется. НК, НХ пока в убытке. ТАТ, нефть пока в убытке. Алроса в хорошем убытке. Новотек, про который только что говорил Мосбиржа. И то же самое открытие ФКИОП, которое показывает большой убыток, но которое ни о чем не говорит. Ну, и акции АФК-система, которые, ну, тоже, судя по всему, в убытке. Вот, вот такая история. То есть, многие могут меня обвинить, сказать, что вот, там я заманил, там сам куда-то сюда, не туда. Ну, вот, на самом деле, мои активы тоже подзаморожены здорово. Почему я не беспокоюсь? Ну, потому что это инвестиции. Инвестиции, они, да, сейчас спад серьезный, но спад сменится ростом, и все будет хорошо. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы зарабатывать деньги побольше, и, ну, где-то, так сказать-то, ну, и продолжать инвестировать, потому что сейчас очень хорошее время как раз для инвестиций, потому что сейчас все кричат, что все, надо уходить с биржи, надо бросать эти акции, значит, что все-все-все совсем плохо. А это значит, что, когда все так кричат, это значит, что самое время начинать, ну, потихонечку инвестировать. Были бы деньги, а денег как раз и нет. Поэтому сейчас надо сосредоточиться над тем, чтобы заработать деньги, и как их сохранить, как их получше вложить. То есть сейчас я развиваю всякие бизнесы, которые, ну, у меня полиграфия сейчас, ну, в общем-то, она растет и приносит хорошую прибыль, которую я, ну, закрыл уже производство, в общем, остался там один-два заказчика, но они вдруг начали расти и генерировать хорошую прибыль. И сейчас самая главная у меня задача, идет рост, как бы, продаж, и, соответственно, это требует роста в закупке материалов. А вот закупка материалов проблема, поэтому у меня, значит, основная часть денег выходит на поиски материалов и на закупку того, что я найду. Ну, надо сказать, что сейчас поставки бумаги европейской, ну, в общем, сказать, очень здорово ограничены, и она выросла в цене, но с другой стороны сейчас появились бумаги, ну, они и были раньше, в общем-то, китайского производства, и сейчас мы полностью переходим на бумагу китайского производства, она, в принципе, ну, неплохого вполне себе качества. Вот, после того, как закрыли карты, виза-мастер-карты, у меня дочь учится в Чехии, я срочно выехал в Чехию, в Казахстан для того, чтобы открыть там карту Каспи-банка, я об этом рассказывал, и я это сделал. Сейчас я перевожу деньги дочери через Казахстан совершенно спокойно и помогаю в этом людям, и это тоже, ну, дает мне какой-то небольшой доход, то есть у меня появился небольшой источник дохода, ну, там, в размере, там, что-то там 30 тысяч в месяц у меня получается, по крайней мере, это, ну, деятельность, во-первых, сама себя оправдывает, а во-вторых, как раз примерно такую сумму я и переводил дочери в месяц. Вот, ну, то есть, дочь у меня как бы обеспечена, а сейчас моя основная задача работать здесь и как-то увеличивать свои доходы для того, чтобы их инвестировать, потому что, ну, как вы понимаете, что доходы от ценных бумаг, они у меня несколько подупали, так мягко говоря, а доходы от Ютуба тоже здорово сократились, потому что Ютуб отменил монетизацию, и поэтому здесь тоже доходы упали, и этим тоже можно объяснить мою недостаточно высокую активность на Ютубе. Вот, и поэтому смотрите меня через VPN, чтобы, ну, хоть какая-то денежка, и других тоже я вас призываю смотреть через VPN, чтобы у людей не пропадало со всем уже мотивациям, и, ну, у людей был интерес снимать видео для того, чтобы давать вам всякие полезности. Ну, а на сегодня все. Пишите, что с акциями у вас, понравилось ли вам это видео, задавайте вопросы, и до встречи. Сейчас лайк, подписка. С вами был Деменков Юрий.